Электросамокат становится все популярнее у горожан. Этот вид транспорта не требует наличия водительского удостоверения, а арендовать его можно с помощью приложения в смартфоне. Вот только отсутствие знаний правильной эксплуатации может привести к травмированию как райдера, так и окружающих. Для того, чтобы снизить вероятность ДТП с участием электросамокатов, в Самаре появилась первая школа вождения. Общественный совет инициировал встречу с начальником управления ГИБДД в Самарской области и с руководителем организации, которые предоставляют данный вид услуг, где было принято единое мнение, что людей, которые желают пользоваться этим самокатом, во-первых, надо обучать эксплуатации и напомнить им правила дорожного движения. Не все желающие воспользоваться нашим сервисом знают и проходили когда-либо обучение даже базовым правилам дорожного движения. И для того, чтобы восполнить этот пробел, для того, чтобы дать начальный этап познания этих правил, мы проводим школу вождения. Она состоит из нескольких этапов и позволит освоить основные правила по вождению электросамоката, для того, чтобы сделать наш город еще более комфортным и еще более безопасным. Одним из первых в ряды учеников записался Армен Анашахназарян. Он опытный автолюбитель, но иногда, чтобы не стоять в пробках, пользуется кикшерингом. Чтобы начать поездку, вам нужно поставить ногу на самокат и столкнуть его с подножки. Нажимаете педаль газа, отталкиваясь. Это задний тормоз, это передний. Отталкиваетесь, нажимаете газ и едете. Самокат надо учиться, потому что все равно надо уметь регулировать, плавно пользоваться. Сам иногда катаюсь, но каждый раз, каждый самокат по-своему себя показывает. Естественно, и при этом навыки, маневры, тормоз, понять скорость, соответственно, как тормозное включение. Думаю, что это важно и очень желательно для больших городов. Электросамокатом может воспользоваться любой совершеннолетний гражданин. Важно помнить, что за рулем даже такого транспорта запрещено находиться в состоянии опьянения. Всем, кто прошел обучение в школе вождения самокатов, напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения. Напоминаю участникам дорожного движения, что когда они находятся в электросамокате, они являются пешеходами. Следовательно, должны соблюдать правила дорожного движения для пешеходов. Это передвигаться только по тротуарам и пешеходным дорожкам, не мешая участникам дорожного движения, не выезжать на проезжую часть и при переходе проезжей части спешивать с электросамоката и переходить его пешком. Обучение и вождение электросамоката проводится в рамках реализации Самарской муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения на 2021-2025 годы с целью предупреждения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий. Максим Магомедов, Григорий Плешаков. События.